Видеоматериалов Дельгама Аскерова и Шахбаза Гулиева нет уже полтора года. Последние кадры азербайджанских заложников на Горном Карабахе были распространены армянскими СМИ только в конце 2014 года, когда решением незаконного суда сепаратистов Дельгама Аскерова приговорили к пожизненному заключению, а Шахбаза Гулиева к 22 годам тюрьмы. Поддерживать связь с семьями они могут лишь посредством Международного комитета Красного Креста. Во время их посещений происходит обмен письмами. Об условиях содержания, а также о здоровье пленных комитет не сообщает. Однако в азербайджанских СМИ распространили письмо гражданина России Дельгама Аскерова, где он на родном языке сообщает о том, что его физическое состояние ухудшилось. Армянская сторона не делает никаких шагов по вопросу освобождения азербайджанских заложников. Всем известно, что Дельгама Аскеров и Шахбаз Гулиев были взяты в пленные исконно азербайджанской земле, границы которой признаны международным сообществом. Поднимался вопрос об обмене между сторонами пленными. Однако Армения каждый раз выступала против этого. Азербайджан продолжит работу по освобождению заложников. Россия, в свою очередь, также должна предпринять меры по освобождению своего гражданина. На призывы международных структур армянская сторона не реагирует. Более того, сепаратисты пытаются ввести в заблуждение мировое сообщество, сообщая о том, что азербайджанские заложники содержатся в таких же условиях, как и армянские в Азербайджане. Письма Дельгама Аскерова такую информацию опровергают. Зарубежная общественность выступает с призывом к Армении освободить простых мирных граждан. Ведь всем известно, руководить сепаратистским режимом в Нагорном Карабахе никто иной, а именно официальный Ереван. Людей очень жалко. Понятно, что там, где присутствует вооруженный конфликт, в первую очередь страдают простые мирные люди. А тем более, здесь люди пошли посетить могилы своих предков. Содержать в течение двух лет в плену, понятно, что это нарушение прав человека. Что это, в принципе, не входит в соответствие ни с одной международной конвенцией, которая касается некомбатантов в условиях боевых действий. Мне очень жалко, если, конечно, человек хочет посетить кладбище своих родителей, своих предков, это должно быть возможным. Если делаются любые препятствия, это не по правилам и не по-человечески. Для того я надеюсь и молюсь, чтобы этим гражданам Азербайджанам была возвращена свобода, чтобы они смогли вернуться на родину, потому что, с моей точки зрения, они не совершили никакого преступления. Мировое сообщество не раз отмечало, что, передав пленных Азербайджану, Армения могла бы сделать шаг навстречу процессу урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. Однако армянская сторона своими действиями в вопросе освобождения мирных азербайджанцев Дельгама Аскерова и Шакбаза Гулеева в очередной раз демонстрирует свое нежелание добиться прогресса в мирных переговорах с официальным Баку.